Девушки отдыхают 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 Уж пора готовить лыжи. Че ты там еще мотыжишь? Где мотыга негодяй? Тише! Тише, не спивай! У старинушки ты сына, Старший, умный был дедина. Средний сын и так и сядь, Младший вовсе был дурак. Братья сияли в женицу, Довозили в грамм столицу. Знай, столица та была, Недалекла от села. Вот что, ездили в столицу, Чуть не каждую седьмицу, Только дело не в женице, А в желании жениться. Мы их как-то там видали, Чуть живот не надорвали. Вот идет такой Данила, А за ним такой Гаврила. Оба в мятых картузах. И с желанием в глазах. И впереди бежит девица, Видно, до смерти боится. Кто это не молчат? Кто в голову ей кричит? Не сердце, душа, девица, Приведчай гостей столицы. Извините, что в гостях, Извините, что в лаптях. А-а-а! 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 Кость, каш, можно хохотать! Ведь сбиваете опять! Ра-а-а! Ра-а-а! Разве я леченицу, Да, вози их на столицу. А столица-то была, Недалеко от села. Там жилицу продавали, Деньги счетом принимали, Весь набитую суммой Возвращалися домой. Разве этим обормотом Можно что-то доверять, Чтоб потом не проверять? Элементарная задача. После смотришь, Недостача. Что опять? За ночь все пропадает. Только вчера на ентом месте Триста шестьдесят пять семечек росло. А теперь что? Что? Я вас спрашиваю, что? А-а-а! А-а-а! Солнце светит, Тучек нет, На войну не идти, Женюсь сегодня. Слышь, батя, Сегодня женюсь. 41-42, не мешай. Ой, опять я вам, батя, помешал. Да я так никогда не женюсь. Как это, брат, ты не женишься? Ведь ты меня очень задерживаешь. Если бы не ты, я бы прям сегодня женился. А вот так приходится старшего ждать. Ой, женился ты сегодня. Да кому ты нужен сегодня? Да я, парень, на расхват. О-о-о, на расхват. Где? В курятнике. Да ты же кроме кур общипанных никому не нужен. Посмотрим, какую кикимуру ты в дом приведешь. Я, между прочим, Вчера дроба колол. Без топора. Одной рукой придерживал, А второй разбивал. А я вчера, Между прочим, Забор колотил без молотка, Гвоздь к доске приставлял, А головой сбивал. Да! Кинься! 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 Кончай драку! Давайте Семечки пересчитывать. Бать! А вот зачем нам семечки считать, Если все равно их есть? Мы, Дуря твоя бушка, Не для еды их растим, Для продажи. Вот продадим, Денег заработаем, Накупим семечки, Тогда лузгать, Сколько хотите. Вот что-то как-то странно, Бать, Получается, да? Зачем нам эти семечки растить, Что потом их продавать, Что потом их же и покупать? Зачем? Ты кто такой? Бать! Ты мне будешь эти глупые вопросы Задавать! Мой отец! Его отец! Ее отец! И их всех! Отец! Все так жили! И не тебе наши порядки менять! Сейчас взяли ведры И воду в колодцы считать! А мы пойдем в поле! Рожь пересчитывать! Ура! В хозяйстве все должно быть Посчитано! Иначе это не хозяйство! Это... Вот, рожьи дядьство! Все ворове солится! Вот здесь тишко! Все за ней мы на земле Жил, что и в одном земле! Ну-ка! Ну-ка! Опа! Ну-ка! Опа! Опа! Раз! Два! Два! Три! Пять! Шесть! Восемь! Тридцать! Нынче снова не жениться! Раз! Два! Три! Пятнадцать! Да уж, это точно, братик! Ох же, ну, найти непросто! Шестьдесят на девяносто! Временами это бесит! Два! Пятнадцать! Восемь! Десять! Это сколько там воды-то? Так мы и до завтра не управимся! А надо в колодец залезть, чтобы воду изнутри посчитать! Так оно быстрее будет? Точно! Интересно, а кто же туда полезет? Иван! Братья! Только! Надо посчитаться, чтобы все по-честному! Точно! Вышел месяц из тумана! Вынул ножик из кармана! Упс! Точка! Выходи! Выходи, царево, дочка! Здесь все по-честному у нас! Тебе в колодец лезть! Ну-ка! Опа! Ну-ка! Опа! Ну-ка! Ну-ка! Опа! Ну-ка! Ай! Ну-ка! Опа! А-а-а! Иван! Лови свой барабан! Барабан! Поймал! Ужас! 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 Сто пятьдесят! Одна тысяча! Триста восемьдесят! Пять! Ужас! 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 Куды девались! Ещё триста девятнадцать колосков! Куды! Я вас спрашиваю, Куды! А мы не знаем! А мы не ели! Сынов я! Эл! Где Иван? А где Иван? Иван! А где? А-а-а! Иван! Иван! Ну-ну-ну-ну-ну! Иван! 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 В колодце! Сидит! Что он там делал? Ну-жо! Ну как чего? То есть он сам? Попить захотел? Ну да! Вот и залез! Вот дури! И захлебнётся! Ваня! 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 Иван! Чего? Не решали! Иван! Иван! Ты дурак? Или как? Ваня! Вань! Ванька! Ваня! Твою же! Ваня! Иван! Отец! Чего? Поле творится? Ой! Рожка лосится! Правильно! Кто её топчет? Не знаю! И Ваня не знат! Кто тогда знает! Ещё две-три ночи! Всё поле наше чисто будет! Чем торговать будем, мать? Что повезём в гражданскую листью? Что будем делать? Нужно колосья к земле верёвками привязать! Вот тогда их точно никто не утащит! Не подходит! Верёвка вся на яблоки пошла! Мы ей яблоки к ветвям привязывали, чтобы птицы не ворвали! Надо поле спрятать! Ходи! В избу! У нас там вешнёвый сад спрятан! Ходи поле засунем! А! Давайте его... ...караулить! Кого? Поле! Вот дурак! Это же всю ночь не спарть! А если ночью в поле с вором встретишься? А дурацкая твоя идея, Иван? Конечно, дурацкая! Ничего не поделаешь! Будем караулить! Гаврил, ты как самый старший в первую ночь пойдёшь! Пойдёшь! Данил, ты на завтра в ночь! Батя! Ты, Вань! Батя! Ну, будем надеяться, братья за две ночи справятся! Батя! Всё! Я всё сказал! Чтоб глаз не смыкали, а вора поймали! Батя! Слушать больше не желаю! Как поймаете, не знаю! Но пока не пойман вор, прожанить бы, чтоб не слава богатя! Закончим разговор! Вот надо же, а! А ведь я только хотел, так сказать, жениться! И на тебе! А ведь после бессонной ночи отсыпаться придётся! Так я и завтра не женюсь! А что, если вор не вор? Кто? А чудище какое! Это мы что, тогда и вовсе не женимся? А вот бы и вправду чудище! Я таких слышал! А громадная поболее испы, лапы словно бы часовые столбы, Ходит по полю, мотая головой, тут я выскочу и крикну, Ну-ка, стой! Оно как полыханёт на нас огнём, на меня с моим кауром токанём! Слушай, Вань, а много ль у тебя коней? Это, к слову, чтобы пелось и складней! Тогда я... Раз, два, три, пятнадцать! Сразу выну в острый саплю! Пять, шесть, восемь, двадцать! Поплясать его заставлю, если чудище известь! Тридцать восемь, сорок шесть! То героем можно стать! Девятнадцать, двадцать пять! И тогда тебя никто ни пахать не заставит, Ни воду в колодцах пересчитывать! Лежи себе на печи, да ешь калачи! А наряду таких героев с пуговками золотыми Везёт тебе Гаврила, если чудище в первую ночь придёт, Героем станешь! Вон какие у Ивана-то мечты! Знаешь, Ваня, становись героем ты! Я тебе своё дежурство уступлю! Ради этакой мечты я потерплю! Да не нужно мне, Гаврила, не туши! Нет уж, брат, иди, добро, посторожи! А чтобы лучше сторожилось от добро, Я дарю тебе вот это вот перо! Да к чему мне я писать-то не мастак? Я даю тебе его не просто так, То перо, оно устроено хитро, Это Ваня, шароптицы на перо! Шароптицы на перо, вот это да! А чего ж оно не светится тогда? Кто же днём-то светит в дурье голова? Ты б дождался тёмной ноченьки сперва, Когда ты раз, два, три, пятнадцать, Чисто поле, Ваня, выйдешь, Пять, шесть, восемь, двадцать, То перо из шапки вынешь, Палка нёт, оно как порог, По двенадцать, восемь, сорок, Всё вокруг позолотится, Восемь, сорок, девять, тридцать! Ну что, берёшь перо? Спрашивай, конечно, беру! Иван, Иван, а как же ты героем станешь, Если чудище на мою дежурку придёт? И да, теперь у меня жар птицы на перо есть! Становишь героем ты, Данила! Ну уж нет! И я тебе признаюсь, Ваня, Что порой на тебя гляжу и вижу ты герой, Чтобы чудище побить наверняка, Я дарю тебе вот этого конька! Да к чему мне деревянный-то конёк? Ты ведь, Ваня, вроде умный паренёк, Как тебе с таким умищем не в томёк, Кто волшебный заколдованный конёк? Заколдованный конёк, вот это да! А когда ж он расколгуется тогда? А вот как с чудищем сумеешь собладать, Прикажи ему конька расколдовать! Тогда он раз, два, три, пятнадцать, Ножками своими прыгнет пять, шесть, восемь, двадцать! Прямо до луны, напрыгнет их трудей, В равном деле тридцать восемь, сорок, девять, Ком тебе ещё сгодится сто пятьнадцать, двести тридцать! Братья! Вот спасибо, братья! Да ладно! Перо-то гусиное! Конёк-то деревянный! Совсем наш Иван дурачок! И в кого он такой уродился? Вот и день прошёл! Опять? Не женились? Охо! Небо высоко, да не взойти ногами! Охо! Житие легко, там далеко над нами! Охо! Не хочу шелков, ни вина, ни хлеба! Охо! Я бы был таков, да побежал по небу! Звезда падает! А интересно, на небе есть хозяин, который звёзды пересчитывает? Вот они же всё падают и падают, а меньше не становится. Хотя, может, и становится меньше, просто с земли этого не видно. А он за каждую звезду переживает и стережёт. Хотя, чё ему самому-то стереть? Наверняка сыновья есть! Вот сейчас сторожит небо какой-нибудь Иван. С неба звёзды катились, В поле чистое подали. В небе их не хватились, И я сыскал бы до надали. Как упали с высот они, Стали камнями цацками, Их разыскивать в опале. Вот уж дело дурацкое. Эй! Эй, Иван Небесный! А давай меняться, я тебе своё поле дам покараулить. Ну, а ты мне свои звёзды! На ней ты веселее, чем тут! КОНЕЦ Иван, ты что? Ты меня поймал? Да. Отпусти. Отпусти. Так вот, кто наше поле топчет. Отпусти. Иван. Иван. Вань. Ты отпусти меня. Вань. Ну, отпусти. Ну, хорошо. Раз ты сумел меня поймать, исполни любое твое желание. Нашла, чем удивить. Любое желание. Проси. Чего хочешь. Ну, есть у меня одно желание. Пока одно. Подарили мне братья коня. Ну, не коня. Конька. Заколдованного. Так вот, не могла бы ты мне его расколдовать, чтобы он меня мог из любой беды выручать. Мог бы по небу скахать и по земле летать. Ой, еще одно. Перо жар птицы. Вот тоже заколдованным оказалось. Совсем не светит. Так вот, не могла бы ты мне его тоже расколдовать? Оно бы мне очень пригодилось. Хорошо, Иван. Будь по-двоему. Только ты. Вань. Ты отпусти меня. Ага, отпусти. Вань. А ты опять начнешь наше поле достать? Нет, я тебя не отпущу. Будешь теперь у нас жить. Нет. Нельзя он меня в неволе. Мой отец солнце. Рысяц. Брат. Родной. Если меня потеряют на земле, беда случится. Ох, и влетит же мне, если я тебя отпущу. Отец мне наказал вора изловить. Братья доверили тебя поймать. Иван. А? Отпусти. Да я тебе двух кобылиц подарю. Золотогривых. Да ладно, что? Таких даже в царской конюшне нет. Вань. Да? А? Ну, если золотогривых, то я согласен. Только давай, знаешь, вот по-честному. Вань. А? Я тебя не подведу. Ой, вот так лошадки. Ой, таких даже, даже у царя нет. А у меня есть. Ой. Ой. Оставлю-ка их пока здесь. А сам домой побегу. Пррррр. Ай, расскажу про свою удачу. Ватя! Ватя! Ты посмотри, каких кобыл наш дурак себе добыл. Везет дуракам? И зачем ему такие кобылы? Не в телегу запрячь, не пахать. Только царю на них и сидеть. О, а давай. Отведем их в столицу и продадим. А пока наш дурак перед отцом хвастается, мы уже с деньгами будем. А что? Давай, давай продадим и жеремся. А с деньгами за нас любая пойдет. А вот это ты хорошо проженить, Буза говорил. Наш Иван и вправду дурак. Раз такое богатство в поле оставит. А если он дурак, ему еще раз повезет. А мы свое счастье не упустим. Ну-ка! Опа! Давай! Худей! Ой! Худей! Где они? Лошадки твои! Тут стояли! Тут стояли. Ага. Ну, че, совсем дурак, да, Вань? Я не знаю, Ванюш, ты в кого такое уродился, да, Вань? Во! Ой! Лошадки снутогривые. Совсем бог ума нету. Да ты, глянь, чего ты мне все придумаешь! Бать, ничего я тебе не придумываю! Придумываю! Не придумываю! Придумываю! Не придумываю! Ваня! Бать, ничего я тебе не придумываю! Говорю, прилетела вот кобылица. Как о кобылице? Говорит, солнце ей отец, месяц, говорит, брат. Ну, я взял и отпустил. Ах! Ой, ой, ой! Ой, батя! Она же двух лошадок подарила! Подарила! Ну, да! А где они? Женщинам доверия нет. А тем, кто с неба, кобылицам. Тем более, обманула, запутала. Вот так. Как был дурак, так останется дурак. Пойдем. Куда? Домой. Нет, батя, я останусь. Лошадок поищу. Ну, ищи, ищи. Ищи ветра в поле. Эх, в кого ты уродился? Ты по жизни заблудился. Я не знаю, чем помочь. Лучше родилась моя дочь. Да, куда же они подевались-то, а? Может, действительно все привиделось? Привиделось. Патя! Погай! А ну, иди сюда. Ты кто? Конек. Твой конек. Это что же, вместо двух златогривых, вот это? Ты теперь хозяин мой, а за мной, как за стеной. Я хоть мелкий, да горбатый, но ужасно животной. Ни к чему мне подрастать, у меня особо стать. Я не ростом. И не...